Дорогой виноградарь, я вас приветствую. На связи Сергей Дьяков, наша удачная участка. Сегодня у нас 28 октября 2021 года. Живу я в городе Липецк. Смотрите, я вчера ошмыгнул листья с тех лоз винограда, которые буду нарезать. Вот, например, смотрите, вот этот молодой кустик, с которого лоза не нарезается. Я его не ошмыгиваю. И ошмыгивать листья я с него не буду. Я просто обрежу вот эти подвязочки и положу прям в канавку. А сверху шифер положу. Вот есть один кустик. Ну, не один он, а... Ну, здесь их много, с которых нарежу лозу. Вот я ее ошмыгнул. Смотрите. Вот это, кстати, малиновая заря. У нее рост средний. Лоза не очень такие мощные. Вот с этих лоз, обращу ваше внимание, которые будут нарезаться на хранение или на нарезку черенков и отправку покупателям, я вчера листья ошмыгнул. Ну, у нас мороза не было. Поэтому пришлось все делать вручную. Смотрите. Так. Где бы вам пока... Ага. Ну, давайте, покажу сейчас. Вот, смотрите, кустик. Это у меня... Ну, как бы не соврать вам. Смешарики. Вот, смотрите, с него лозы не нарезались. Ну, нечего резать было. И я прям обрезал по первой проволоке завязочки-подвязочки и положил его просто вместе с листьями. И положил его в канавку. И потом, ну, как будет время, как обрежется весь виноградник, я потом шифер положу сверху. И все. Ничего не буду делать. Ну, смысл какой ошмыгивать листья, ну, если лозы находились на формировке, ну, какой смысл с них ошмыгивать. И вон, кустик, смотрите. Сейчас покажу. Вот. Видите? Я его положил вместе с листьями. И вот этот кустик. Вот. Так, давайте я вам сейчас покажу, как я обрезаю к осенью 2002 года, когда посадил первые саженцы. Ну, я ничего умного не придумал, понимаете. Кстати, вот этот куст, это пестрый. Сила, рост у него большая. Вот. До кода я буду брать лозу. Я все листики ошмыгнул. Ну, вот, чтобы видно вам было. Смотрите. Я оставляю три глазочка. Остальную лозу режу. Смотрите, вот один глазок. Вон он. Второй глазок. Вот этот третий. И вот так режу. Помежду узелью. И вся эта лоза забирается потом в подвал гаража. Давайте тут. Смотрите. Раз. Два. И вот он третий. Ну, третий глазок это на подстраховку. А так вообще я режу на два. В глазочек. Одному мне неудобно тут. Ну, ладно. Все. И вот так обрезаю каждую лозу. Однолетнюю. На старой плодовой лозе. Вот. И потом ее кладу в канавку. И все. Внимательно смотрите. Каждую лозу. Так. Раз. Вот он два. Вот он три. Обрезаю. Обрезаю. Эта лоза пойдет. Ну, либо на хранение, либо на нарезку черенков. И отправку покупателя. Вот давайте еще покажу. Это у нас. О, это у нас. Это космос. Донская невеста. Смотрите. Раз. Два. И вот он третий глазок. Режем вот так. Смотрите. Раз. Два. Три. Режем вот так. Так, идем дальше. Раз. Два. Три. Режем вот так. Раз. Два. Три. Режем вот так. А вот это. Сами понимаете, это шедевр. Донская невеста. Висит до обрезки кустов винограда. Смотрите. Висит до обрезки кустов винограда. И ей все по барабану. Ну, тут некоторые ягодки, вон, видите, заизюмливаются. А так, в основном. Ну, это шедевр. Это шедевр. У него мякоть очень плотная. Ей можно гвозди забивать. Сейчас попробую. М-м-м. Да. Это куст корни собственный. Сила роста у него средняя. Ну, вот видите, какие лозеночки тут миллиметров пять. Тут где-то семь, семь, семь. Ну, такая вот у него не очень он сильно рослый. Вот. Ну, и еще на пасынках, видите. Выкинул это, по-моему, на пасынках второго порядка. Там ягода прям как... Ну, короче, бьется друг о другу и прям звон как будто происходит. Ну, давайте попробуем. Ну, вот на пасынках немножко не хватило времени маловаться харку. А так, шедевр. Кстати, есть саженцы донской невесты, пестрого. Также есть саженцы... Сейчас покажу. Сорт самородок. Ну, вот видите, нечего нарезать было. Это мы лозы. И я прям вместе с листьями сформированный кустик положил. Вот он. Сорт самородок. Ну, конечно, изюм тут один. Все, он уже подвярился весь. А так у него мякоть вообще хрустящая. Ну, как у донской невесты. Ну, не может быть, как у донской невесты. Немножко помягче. Ну, тоже. Ну, представьте, висит до обрезки кустов. Ну, это шедевр. Сейчас попробую. Ребята, ну, тут сахар уже зашкаливает. У меня губы слипаются. Очень рекомендую. Сорта беспроблемные. Вот если вы не часто ездите, короче, на свой дачный участок, вот, чтобы не волновались, ну, что там, ягоды пропадут, загниют, лопнут, закиснут, или там еще что-то с ним произойдет. Ничего с ним не произойдет. Все. Висят как, как будто вчера созрели. Ну, вот еще на пасынку. Дайте попробую. А так у него ягода вот такая. Вот, понимаете, это, вот в этой ягоде он просто опыление ну, такое удивительное произошло. Это после весенних возвратных заморозков. У нас их было пять волн. Ну, вот, видите, немножко ягодка помельче. А так стандарт вот у него. Ну, где-то 12-14 грамм. Сейчас попробую. Нормальная ягодка. И мякоть плотная, и в то же время соку предостаточно. Видите? Мякоть не гниет, не трескается, ничего с ним не происходит. Ну, ладно. В общем, я делаю так. С тех кустов, которые сформированы в этом году, из которых не нарезается лоза, вот они просто кладутся в канавке траншейки, сверху шифер. с тех кустов, которые формировались в этом году. И вот можно нарезать, ну, там, по одной-две лозинки. Ну, либо на хранение, либо на черенки для отправки покупателям. Ошмыгнулся, лезть. Вот и все. Сейчас я вот эти лозы, которые мне нужны, срежу. А вот эти листья на самом кусте я трогать не буду. И положу в канавку. Все. Больше я ничего делать не буду. Ну, все, буду заканчивать. Сейчас я вам еще раз шедевр покажу. Все. Буду заканчивать. Напомню, у нас сегодня 28 октября 2024 года. На связи был Сергей Диаку с нашего дачного участка. Город Липецк, Россия. Все. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok